Елизовская осень 2020, которая сегодня в 34-й раз открывается у нас в Елизово. Он называется официально как освободитель Емкурийских островов. Традиция сельскохозяйственных ярмарок на Камчатке началась еще в 30-е годы века минувшего. Сначала они проходили на Базарной площади в столице Камчатского края, а Базарной площадью тогда была нынешняя Театральная площадь, та ее часть, которая граничила с берегом Култушного озера. А теперь эти самые сельскохозяйственные ярмарки проходят в Елизове. И сегодня я поеду на очередную общекамчатскую сельскохозяйственную ярмарку «Елизовская осень» для того, чтобы посмотреть, чем там торгуют камчатские пейзани. Казаки! Казаки! Едут-едут по Берлину наши казаки! 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 Едут-едут по Берлину наши казаки! Для многих камчатцев Елизовская осень – это не просто ярмарка. Это семейная традиция, праздник, где можно и запастись продуктами на зиму, и отдохнуть душой. Многие любят эту ярмарку за большой выбор товаров местных производителей и за атмосферу праздника. Где маленькие? Мишки на лапу. Мишка, держи. Мишка на лапу. А, мишка на лапу большой. Ну вот на Камчатку пришла прекрасная пора – это осень камчатская. Ну и с ней, естественно, пришел праздник, когда наши дачники, наше сельское хозяйство показывают свои достижения. Пришел праздник – сельскохозяйственная ярмарка Елизовская. Она проходит уже 34-й раз. Начало ее еще было в прошлом веке, будем так говорить правильно, если. И на протяжении стольких лет мы продолжаем традиции наших предшественников и устраиваем для камчатцев всех, наверное, такой хороший и красивый праздник, и нужный праздник. Очень людей много приходит сюда. Да, я имею в виду тех, кто участвует в ярмарке, очень много приходит показать свои достижения. Ярмарка так и называется «Достижений своих». Ярмарка сельскохозяйственная – «Сельскохозяйственные достижения». Это очень радует, и то, что традиции продолжаются. Ну и вообще, это, конечно, большой праздник для всего населения. Люди приходят, встречаются, общаются. Ну, как бы, Камчатка маленькая, и у нас небольшой регион. Нас немного радует солнечные дни, а сегодня, посмотрите, какая опять погода. Меня это радует, что мы праздник этот устраиваем постоянно, и он нравится людям. Ну, еще что хорошего, что, наверное, с сегодняшнего дня у нас открываются театры, кинотеатры. Население теперь сможет ходить другие по холодам. Когда будет, станет холодно, будут ходить по другим местам, которые немножко соскучились уже все. Пока шел коронавирус. Как прошла заря по кругу, собираться к казаку. Он обнял свою подругу шашку, острую твое. Ты прости меня, родная, о себя не в берегу. Где умру я, знать не знаю, в больную голову сложу. Ты прости меня, родная, о себя не в берегу. Где умру я, знать не знаю, в больную голову сложу. Правильно уже отметили, ярмарка – это и возможность приобрести наши замечательные продукты, качественные, самые правильные, самые лучшие. Это и возможность встретиться друг с другом, это и праздник, это и гуляние, это и замечательное времяпрепровождение. Сегодня все благоволит нам, и даже погода радуется вместе с нами. Мы наконец-то возвращаемся к обычной нашей жизни, по которой мы так скучали прошлые месяцы. И сегодня я хочу пожелать нам всем благополучия и здоровья в первую очередь. Хочу пожелать, чтобы то настроение, которым мы сегодня все вместе с вами заряжаемся, мы сохранили на долгие дни. Хочу пожелать, чтобы сегодняшнее мероприятие, наша Елизовская ярмарка 2020 года, стало для нас новой отправной точкой для развития, для благополучия в наших семьях и для процветания нашей Камчатки. Это была ярмарка «Елизовская осень», которая сегодня и завтра будет идти в столице соседнего Елизовского района. Посмотрели? Теперь пришла пора, как всегда, знакомиться с различными старыми бумаженциями. Сегодня я покажу вам не газетную вырезку. Сегодня я покажу документ, причем документ секретный. Это решение Исполнительного комитета Камчатского областного совета депутатов трудящихся номер 506 СР. И это решение имело место в пятый день сентября 45-го года века минувшего. Называется это постановление так. О памятниках бойцам, сержантам, старшинам и офицерам, павшим в боях за освобождение Курильских островов. Подчеркну, это секретное постановление, и мне в руки попал первый экземпляр. Сейчас на картинке вы можете рассмотреть в правом верхнем углу этого документа его номер. Итак, почитаем. Исполнительный комитет Камчатского областного совета депутатов трудящихся решил. Первое. Увековечить память о бойцах, сержантах, старшинах и офицерах, павших смертью храбрых в боях с японцами за освобождение Курильских островов. В августе месяце 1945 года соорудив им памятник на братской могиле на острове Сю-Мусю и в городе Петропавловске в парке культуры и отдыха. Второе. Обязать заву облкомхозам товарища Славкина привлечь специалистов для составления эскизов памятников и представить эскизы 6 сентября 1945 года. Обратите внимание, на составление эскизов были даны всего сутки. Третье. Поручить директору судоверфи, товарищу Кобулянскому, изготовить два памятника по эскизам, утвержденным облесполкомом 20 сентября 1945 года. Четвертое. Поручить председателю горисполкома, товарищу Шабурову, отвезти место для памятника в парке культуры и отдыха, создав для этой цели специальную комиссию с перевлечением автора в эскизов. Пятое. Средственное изготовление памятника выделить из фонда освоения Камчатки. Подписи. Председатель исполнительного комитета Камчатского областного совета депутатов трудящихся Павлов, секретарь Егоров. Памятник, который имеет отношение уже ко Второй мировой войне, к Великой Отечественной войне. Это памятник, он называется официально как освободителем Курильских островов, и этот памятник стоит в центре города, между улицей Красенцев и улицей Ленинской. Это стела, на которой высечены слова «Подвиг ваш бессмертен», «Подвиг ваш не будет забыт». Это слова, которые относятся ко всем участникам Курильской десантной операции. Были ли эти памятники сооружены? Да. Один из этих памятников стоит в сквере свободы. Вот он. Второй памятник. Памятник стоит не на острове Сюмусю. Второй памятник стоит на острове Парамусире. Сейчас этот остров называется Парамуширом. Памятник находится в городе Северокурильске. Я этот памятник видел, ходил вокруг него, фотографировал его, правда, видео не снимал, это было достаточно давно. Этот памятник – точная копия Петра Павловского. А на острове Сюмусю, сейчас этот остров называется Шумшу, сооружен несколько другой, более простой мемориал. Теперь, как вы уже привыкли, ставьте лайки. Если вам нравится узнавать от меня о сегодняшнем дне Камчатки и о минувших днях Камчатки. Ежели вы, Абрамы, родства не помнящие, ставьте дизлайки. От меня не убудет. Пожалуйста, пишите внизу под роликом вон там, вон там внизу. Свои комментарии. Я хочу знать, что вы думаете, глядячи в выпуске моего видеодневничка. Задавайте вопросы, я непременно отвечу вам. Можете просить меня что-нибудь снять в Петропавловске или в его окрестностях. Я время от времени такие просьбы зрителей выполняю. Ежели же вы на моем канале впервые, ежели же вам стало интересно, и вы хотите возвращаться сюда вновь, вновь и вновь, то сейчас в правом нижнем углу экрана появится подсказка, выполнив рекомендации которой, вы не будете пропускать новые ролики на канале. Вот эта подсказка, делайте то, что она вам велит. Сделали? Кнопочка подписаться сменила свой красный цвет на светло-серый, и в ней появились волшебные, магические слова вы подписаны. Колокольчик вы тоже нажали? Молодцы, горжусь вами. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok